Вы давно вообще над всеми занимаетесь? Вы пишите эти токеры, может их все снимают. Важно! Я просто в шоке от этого контента. Просто жесть. Что здесь вообще происходит? Что? Всем хай! В общем, сегодня мы с Ляной пошли в салоны маникюра. Как вы уже могли догадаться, потому что на самом деле это видео. Ляна пошла в очень трешовый салон. Самый трешовый салон Москвы. А я поехала делать маникюр в салон Крисеты Дилары. Я давно вам обещала, что покажу вам, как я тоже туда сходила. Но, к сожалению, видео получилось только сейчас выложить. Поэтому не буду вас долго томить. Поехали! Ну, наконец-то я сегодня еду. Надеюсь, что все пройдет нормально. Не успела ни собраться ничего, поэтому вид у меня, кажется, соответствующий. Еду с этим потрясающим маникюром. Надо будет все сегодня порешать. Здравствуйте! Здравствуйте! Так, у нас с вами будет... Нужно вот это вот все снять. И будет перенаращивание. Ну, или, я не знаю, если можно что-то с этим сделать. Только другую форму дизайн. Дизайн я вам покажу. По форме я хочу миндаль, да, обычный. Ну, стилет, миндаль, то есть что-то такое. В салоне, куда я пришла, конечно, все безумно красиво, все розовое, все светлое, все прям сделано для того, чтобы... Приходи, снимай видос, мы ждем твой обзор, давай вперед, никто тебя не трогает, никто не докапывается. Реально, ну, как бы максимально чиловая атмосфера, чувствовала себя, ну, как будто, блин, это мой салон. Вот так. Штор давайте послушаем и посмотрим, как дела у Лианы. Он неиронично называется эконом. Значит, это просто название салона. Подожди, название салона креста эконом? Да, хорошо. Как вы думаете, могло что-то удачное получиться в салоне, который называется эконом? Вы правильно думаете? Абсолютно, абсолютно правильно думаете. Ничего хорошего не получилось. Знаете, куда я сейчас еду? Я еду в самый дешевый салон в Москве, который мы смогли найти. Я проспорила Лисе. И еду делать дешевый салон. Ногти экстра, просто гипер. Любые макси приставки можно приставить к этому маникюру. Это просто жесть. Если вы думаете, что это шутка или байт, то нет. Ну, слушайте, несмотря на то, что написано эконом, выглядит очень даже симпатично. Вы готовы? Я нет. Пошлите. Простите, а что это за трусы сохнут на входе в салон красоты? Здравствуйте. Здравствуйте. Бахилки надо надеть? Хорошо. Все, я на маникюр. Здесь писано. Наверное, не знаю. Я застряла? Я застряла ногтем в этой штуке. Все, спасибо. Ничто. Правда, в салоне больше 6 часов спасло меня только то, что у меня была одна рука. Буквально мне делали наращивание. Одну руку 6 часов. Одну руку? Да. Одну руку. Одну руку. Да ладно, салониста, сам ты тебе две руки 7 часов, 6 часов 40 минут делали. Да, пожалуйста, 6 часов 40 минут делали. Не буду. Не видео безрослого на салоне, где делают маникюр на стасанке, но это отдельная история. Тем временем у меня, мне просто берут и снимают мой маникюр. У меня все как обычно, нормально, быстро, хорошо. Говорите, если я как-нибудь там выворачиваюсь, и вам некомфортно. Все хорошо. Хорошо. А это у вас форма такая, чтобы типа Виктория Сигарс пижамка? Угу. Блин, ну это очень прикольно. Я ни разу такого не видела, но это очень челово выглядит. У меня такая же пижама есть просто. Ладно, на самом деле у меня был достаточно неловкий момент. Дело в том, что мой мастер была очень молчаливой. Ну прям, знаете, очень молчаливой. Я бы даже сказала, некомфортно, молчаливой. Особенно первое время, потом, в принципе, все стало более-менее ок. И почему я выделяю это как минус? Но все-таки, мне кажется, если клиент приходит на цель, ну хоть на какой-то минимальный разговор, знаете, самый минимальный, ну можно бы что-то говорить, потому что я себя очень тупо чувствовала. Вы потом попросите чай или кофе чай? Ну, конечно. Все. А что это для тебя? Лучше кофе. С молоком, да, кручим. То есть серия была настолько молчаливой, что она типа мне даже ни чая, ни кофе, ничего не предложила. Конечно, я попросила сама, мне типа не трудно. Но сами понимаете, насколько это неловко. А теперь imagine, что салон вообще пустой. Никого нет вообще. И мастер молчит. Тишина. Очень удобная, если такая штука. Можно поставить свой телефон, а у тебя там сразу все есть. Никуда не с вами шнур. Зато кофе принесли красивый, с шоколадками, и ложка класс. Ложка просто потрясающая. Не знаю, где их нашли, но они абсолютно супер. Пока мне продолжали снимать маникюр, расскажу вам про такую историю. Короче, помните в прошлом видео, где Ляна ходила в салон Дилары? Она говорила, что администратор этого салона очень добрый, у нее вайба мама, то есть она прям классная. И вы мне написали, что оказывается, администратор, это не просто вайба мама, а это буквально мама Дилары. Капец. Не, на самом деле эта женщина была очень приятная. Она потом несколько раз ко мне подходила, спрашивала, типа, а хотите кушать? А может быть вам печеньки принесем? То есть, типа, реально супер совет, женщина, ставлю ей лайк. Как кофе? Все шикарно, очень вкусно, печенье тоже классно. Здорово, сомненько, что у вас есть в парк, у которого инстаграм не делается, это очень смешно. А как думаете, сколько времени займет? А все, куда мне идти? Прямо. Ага, хорошо, спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Если есть картинка какая-то, покажите, что вы хотите, чтобы... Да, есть. Да, счастливее. А можно я вам ее сразу на телефон перекину, чтобы она у вас была на телефоне? Можно? Можно, а на своем откройте. А откройте, просто я буду в нем сидеть, чтобы вы могли с него смотреть. Ага. Я хотела вас спросить, а мы сможем мне длиннее, чем эти нарастить? Потому что там на референции они прям довольно длинные. Ну, оказалось, что форма была. Да, можем прям 16 сделать. Да, давайте нарастим 16. Офигеть. Это так круто, что у вас есть. А потом у них начался маникюр, и все было уже не так хорошо. Ой, как было сейчас больно по коже. Как потом мне рассказывала Лиана, мастер был в целом пофиг там на ее состояние самочувствия. Она просто деломая. Ох, прям на этот холодок прошел. Из того, что меня очень сильно смущало, реально в моем салоне никого не было. Но потом, о боже мой, да, пришла девушка. И потом за ней еще одна девушка. Ну, и, собственно, пришли, как-то уже стало менее, знаете, странно. Потому что когда сидишь один в полной тишине, это прям, ну, как-то так. И дальше рофл прикол. А теперь, внимание, рофл прикол. Там на заднем плане видите вот этого человека. Это, короче, Ники. И я дико угорала с того, что была единственным клиентом в салоне. В итоге я, Ники, и потом еще пришла какая-то рандомная тиктокерша. Но я не знаю, как ее зовут, но она, типа, я ее в тиктоке видела. И все. Это было только три клиента. И мы с Ники сначала не узнали друг друга, а потом я оборачиваюсь на нее. Смотрю в телефон и сообщение, типа, Лиса, привет. А теперь, внимание, есть хотя бы один человек, который поймет, что у меня на аватарке. Я в вас верю. Я знаю, что кто-то точно справится. Хотя нет, не справится. Ну, а потом я стала орать, потому что я уже не выдержала. Мне стало очень смешно. И мне пришлось все рассказать моим мастерам. Но она вообще не была удивлена вообще. В принципе, все понятно. У всех одно и то же. Ну, да. Ну, тикток, нитук, а не инстаграм. Кажется, ну, свое. Много блогеров уже приходило. Ну, понятно. О, пишите, титокеры. Они приходят и все снимают. Месяц вечером посмотреть. Это правда. Контент, на котором чисто можно посидеть и залипать. Да. На дико угораю с того, что в салоне три человека и все три блогера. Это просто, ну, типа, это очень смешно. У меня сейчас девушка, которая на бровях сидит, просто пишет сообщение. Лол, я тебя вижу. Я тоже сейчас в салоне такая. Ля. Ну, все. Ну, да. Да. Блогер, как он, по-моему. Да, естественно, все кореша ей поперлись. Это очень смешно. У меня тоже подруга ходила в блогерща. И присылает мне фотографии. Она у вас, по-моему, делала же как раз маникюр с солнышком. Вот этого, да, девушка. Сознает голосами. Маникюр очень секси. Я видела, просто восторг была. Мне посылает фотографию, кто у вас сидит. Она. А рядом сидит другая моя подруга, тоже блогер. Это такая. Ну, зашумись. Рофл-прикол в том, дополнительный рофл-прикол номер два. Когда Лиана была в салоне Делары, до меня она первой туда ходила. Рядом здесь сидела мадам Папая. Мы делаем наращивание на одной руке? Да. Только на одной. А видите, я на второй у меня короткий. А на второй что мы делаем? А на второй, может быть, мы ее вообще не будем делать. Может быть, мы вообще с вами только... Да-да-да, мы с вами только одну ручку сделаем и все. Приятно, что у вас отдельный кабинетик. И что тут нет других людей. И вам, наверное, более комфортно из-за этого работать тоже, да? Просто есть салоны, в которых, знаете, прям напичканы люди. И сидят вот прям вот настолько близко друг к другу, и которые прям сильно на потоп работают. Так не очень комфортно. О, моя остановочка. В моем салоне не было отдельных кабинетов. У нас был просто общий зал, где делают маникюр. И так же ты можешь смотреть, как кому-то делают брови и все такое. А как думаете, какой цвет самый яркий будет? Гидрёный, розовый, неоновый, оранжевый, желтый или зеленый? Зеленый точно очень ярко смотрится. И, наверное, розовый больше. Розовый или зеленый, да? Подумаю. Ну да, я думаю, они будут самые яркие. Да, да. Я в целом-то никогда не была фанатом длинных ногтей. Но когда одна рука короткая, другая длинная, это прям суперудобно оказалось. Угу, зампу. Семерка все еще пока достаточно экстремальная. Кстати, она не горит. А, это шлаком тактика. Ощущения возникают при поджатии, говорите. Хорошо. Тут очень далеко до неприятных ощущений. Ну, у всех болевой парок раз. Это правда. Поэтому... Надо сильнее зажимать, можете прям вообще смело. Ну, вы же сильно арки у нас не хотите делать. Да, поэтому тут... У нас просто черные, да? Да, будут просто черные. Я, правда, не знаю, как думаете, лучше будет сделать их матовыми или глянцевыми. Ну, я бы, наверное, сделала глянцевыми. Глянцевыми, я тоже думаю, что да, скорее глянцевые. Когда мои подруги делали наращивание, да, ну, естественно, я ногтейди видела, они очень клевые. Но вот их, когда трогаешь, они как будто пластиковые, а-ля это от геля зависит? Это типа нехорошо, неплохо, просто я впервые с таким столкнулась, так неожиданно. Это зависит всё вообще от твёрдых материалов. Ага. Мягкие могут быть, да, пластичные, могут быть мягкие, могут быть такие вот такие. А, прям как стол, да? Да, ну, да, если мы поговорим о гелье, то никакой пластичности мягкости. Ну, естественно, оно должно выжить. Мне сейчас понравилось, что они достаточно тонкие у них, то есть они длинные, они прочные, по ним видно, что они очень прочные, но они тонкие. Потому что иногда реально приходишь, к тебе делают прям вот эти вот пузыри огромные. Да, господи, зачем, зачем? А вы сами себе делаете маникюр или к мастеру ходите? Да, по-разному. По-разному, да? Я же с помощью первого. И вы друг другу можете делать, да? Удобно. Мне, конечно, с вами повезло, что это сразу попало и что мы всё-таки попробуем и сделаем, это очень круто. Не знаю, мне кажется, прикольно даже для мастера, знаете, обычно все делают какой-нибудь френч или красный. А то что-то интересное, необычное, тоже интересно сделать. Или вам наоборот, это стресс. Не всё равно. Вам всё равно, да? А, вы заново хотите, да, полностью наращивать? Ну, а как вы хотите? Как вы хотите. Как вы хотите. Что я вот эту толщину, как я её выпилю, я не знаю. Ну, да, новые, да, будем делать? Ну, я не понимаю просто, как эту толщину выпилю. Ну, давайте, хорошо, я вам доверяю полностью. Ну, не знаю просто. Давайте, давайте. Может, я отщипню? Может, я отщипню? Я просто не могу. А, ну, кстати, да, это резонно. Пока эти нам не нужны, можно на них попробовать. Да? Да, это хороший день. Ничего не получалось. Нет, это просто слабенькое. А есть такие сильные, они выпилят. Это просто слабенькая фреза. Ну, то, что мы мне как-то делали, это, знаете, как пирсинг мне делали в ногте. И получалось. А вот что-то происходит. Ничего не скажу пока. Ну да, согласна. Ну, я прям точно этот дизайн не повторю. Да, конечно, ну, в своем понимании, да, да. Спасибо. Я понимаю, что точно его не повторю. Простите меня просто, я, честно говоря... Да нет, что вы, какой простите. Наоборот, так клево. И спасибо вам большое, что вы так согласились и готовы вообще пробовать новое. Это офигенно. Может, есть какая-то еще фреза, которую можно попробовать? Если вы досмотрели этот момент и думаете, что все хорошо, то сейчас будет нет. То есть мы начали пилить дырки просто на моих ногтях, с которыми я пришла. Я посмотрю, думаю, окей, она пытается перепилить дырки. А как мы будем потом поверх этих дырок наращивать? Ну да, здесь же какая-то. Типа сначала дырки, потом наращиваем, сначала дизайн сделаем, потом будем наращивать. Типа это странно. А она пилит эти дырки, мы 40 минут пилили три дырки в одном ногте. А почему так долго? Я не знаю. Мы же были в салоне, когда я делала ребенка Бакуга. Там писем делали, да? Я точно помню, да, когда делали пирфинг, это делалось буквально за несколько секунд. Да. Я не знаю, почему. Какие интересные ощущения, когда пилят ноготь? А, вибрации? Ну да, я понимаю, что у меня это приятно. Не, нормально, вообще нормально. Просто необычно. Мастер пробовал и сверху, и снизу, и переверните, и боком, и так, и всяко не выпиливалась даже ни одна, ни одна маленькая дырка. Ну да, наверное, проще будет их спилить быстрее, чем их выпиливать. Ничего не скажу, пока я один даже еще не... Полщина просто большая. Сейчас мы посмотрим, я вот этот вот свет сниму. Сейчас я мизинчик заберу. Ну все нормально-нормально, просто мизинчик был в заложниках. Вы давно вообще ногтями занимаетесь? А, давайте потом, значит, там поговорим. А, хорошо. Вы любите в тишине работать, да? Вас не отвлекать. Да, я просто... Все супер. Мне боясь, все боясь, все боясь, все боясь. Да. Тогда помолчим. Помолчим. Тем временем у меня... Это же будет как бы просто... Да, давайте возьмем эту как базу. Может, прям буквально вот такой же цвет даже получается. Да. Вот это вот считается неглубокая, да, арка? Ну я понимаю, что их сейчас пиливать будут. Да, мы еще будем пиливать, но она не такая, что закрытая. Ну это идет, есть получается наращивание, есть как салонное наращивание, салонное моделирование, есть арочное. Вот, и оно отличается именно зажатием арки. Понятно. Так, у нас миндаль, да? Да, у нас миндаль, стилет, что-нибудь такое. Хеллоу. Это очень неожиданная встреча. Как эти дела? Все хорошо. Фильм-форума. Это просто где мы могли тупо встретиться? Дьявы, ужасе, просто. Ники мне пишет в один момент, так это ты, что ли, там со спины? А я просто тебя не выгляду, как нахуй сра, точно. Я тебя вообще не узнала, потому что я не обращала внимания вообще, что вокруг происходило. Я туда забежала, сюда подзабежала, я даже не поняла вообще. Я тоже не поняла, что ты просто пробежала, я такая, блин, ну, девушка пришла еще какая-то, сидишь, там, не знаю. Я иногда поглядываю, потому что там какие-то те рассказываются штуки, там, про водку, стукать, вот, блин, воскопить, звучит интересно. И потом твое сообщение такая, а. А я вообще в какой-то прокрастинации? Да, 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 находилась. Ну, в общем, вот, прикольную сделала. Ты брови делала. Да, что, тебе нравится? Мне кажется, прикольно выглядит. Ну, мне тоже в этот раз понравилось, по крайней мере, они вроде бы как одинаковые. А, были и континенты, да? Да, вообще были абсолютно разные. У меня маникюр, мы вот наращивание делаем. Вот, если тебе норма, мы можем потом потихоньку на них попал, и тут все рядом вроде даже есть. Супер. Да, супер? Да, все. Неожиданная встреча. Еще тут есть третий человек, это тоже блогершая с тиктоком. Мы просто орем с этого, потому что мы буквально все, кто сегодня здесь находится, это блогеры. Самый прикол был в том, что я когда пришла, салон был абсолютно пустой. Я смотрю, о, один клиент сидит на ноготочке. Да, хотя я думала, что это, как бы, ну, плотная запись. Да, ну нет, дело я, все свои. Короче, проблема, даже не столько проблема, а ситуация в этом салоне какова. Туда реально, кроме блогеров, пока никто не ходил. Ну, по крайней мере, на тот момент, когда я снимала видос я, естественно, когда люди понимают, что сюда приходят блогеры, тиктокеры и все такое, естественно, все челово. Салон уже работал, только по какой-то причине записывались туда только блогеры. Хотя любой человек мог спокойно туда записаться, но я не знаю, почему так? Я не знаю. Вы как думаете, какой сам яркий будет из них? Ну, они просто все по-равнему, мам. Смотрите, сейчас я просто посмотрю, может, в комбинации... А, мне кажется, да, вот этот, наверное? Или вот этот, как думаешь, какой ярче будет? А, я думаю, который левее. Вот этот тоже? Первый самый, да? Давайте его и сделаем. Посмотрим. Выбор сделан. Очень удобно. Когда есть оператор. Абсолютно. Эффект, да, создаем? А это там все подрезка на вот эту вот. Прикольно. Да, типа как эффект такого полумрамора, полумытия. Сейчас мы еще немножко подобрем. Может, это прикольно? Да, они когда потушили двойные условия, мне кажется, что это хорошо будет. Мне на твоих пальцах нравится такая форма. Да, мне тоже нравится. Видит красиво. Спасибо. А может, другую фризу взять попробовать? Ну, а... Не, ну, может, она будет более сильная, что ли? Или у вас вот только три? Что три? Фризы. А как мы потом сверху поверх этих дырочек будем наращивать? Ну, тут же коррекция только. Ну, Светлана, мы же будем их длиннее делать. Вот эти же только... А еще и длиннее? А мы же с вами сразу обсудили. Да, мы же с вами сразу обсудили, что 16 будем делать. Там же они длинные очень. Поэтому я и думаю, что как мы с вами будем делать потом. Макс, давайте тогда, может, дырочки сделаем только на двух ногтях. Не на всех пяти. Вот я пытаюсь. Да, да, да. Просто, видите, как мы будем потом поверх этих дырочек наращивать. Ну, или хотя... Это же блэд. Я не знаю. Я не разбираюсь вообще. Ну, как сказали. Давайте длину можно. Да, да. Я не в этом. А, ну все, хорошо. Ну, на двух тогда сделаем их, чтобы... Ну, все классно. Не на всех, да. Хорошо. Не знаю, мы вообще не пили все. Это зажига мне тут вот, можно посмотреть. Чуть-чуть осталось, и я не понимаю даже почему. Угу. Давайте. Напомню, когда мне выпиливали, когда пирсинг мне делали в другом салоне, как-то получалось... Ага, я знаю. Суна у меня такая штука. Элементарно, механически вот так вот выкручиваешь, и все, и заполнено, и делается. Я знаю. Тогда пирсинг? Пирсинг, да. Ага. А как я, не знаю, что понимаете, что я тут чувствую, как у пирсиотки? Да почему нет? Ну, потому что не пирится. Не растет кокос. Так я ничего не говорю, я просто предполагаю. На меня ты что, сердитесь? Я нет, я сердюсь. Нет? Ну как будет-то. Нет? Ну ладно. Совершенно. Тогда ладно. Ну вот, другую, срезать его, что-то. Все равно, да? Буквально с... Миллиметр. С волос, да. Мы переберем, и я спрашиваю, а мы потом будем наращивать сверху? Он говорит, а мы еще наращивать будем? Ну да, я же с этого начала вообще все, как бы разговор. Она говорит, ну да, сверху потом нарастим. Я такая, ладно. Хорошо. Ну ладно. Ладно, окей. Но я просто рома. Я все равно. Я не понимаю, как мы будем выкладывать материал поверх вообще дырок. Но ладно. Все равно. Мы потом сможем поверх этих дырочек нарастить, да? Да. Угу. Ладно. Очень жалко Лиану, но я умираю от смеха. Сейчас будем к наращиванию переходить. Водичка? Да, можно было бы, наверное. Мы приступаем. Я сказал, должны были быть дырки на всех ногтях. Вы понимаете, да? Если бы были дырки на всех ногтях, на всей длине, я бы сидела в этом салоне три дня. Ну, буквально три дня. Мне очень не жаль. Да. Сори за эти руки. Я просто, да, похудела на фоне стресса. Ну, как я сама сказала. Мне очень не жаль. Да. Я вижу, как тебе не жаль. Я бы сидела в этом салоне три дня. А мы остановились на двух ногтях, на три дырки в каждом. Мы начали наращивать. И она наращивает буграми. Помогите. Там у девушки на фото квадратная форма. Будем делать квадратную или острую? Коп-с-коп. Ну, давайте на ваш выбор. Мне и та, и та нравится. Какую? Выберите такую, будем делать. Нам тут нечего сказать, кроме слов, поэтому оставлю вам драматичную музыку. Ребята, просто не понимаю. Я абсолютно не понимаю, что тут происходит. Я в ужасе! У меня нет слов! Я плачу и ору. И снова плачу. Аааа! Что это? Тем временем у меня. Ну, у меня как бы вообще все хорошо. Я сижу, у меня делают маникюр, делают его даже нормально. Хотя, вы знаете, в сравнении с тем, что я сейчас вижу у Лианы, я не могу уже никак оценивать свой маникюр, потому что здесь, знаете, все что угодно будет уже лучше. Вот так, ну смотрите, мы сделали первый ноготь. По-моему, вообще шикарно выглядит. И розовый прям классный. Короче, продолжаем. Он ничем не пахнет, да, как будто бы? Гель. Не знаю. Пахнет? Пахнет. Простите. Ну, раз вам интересно. Если честно, я ничего не поняла, но почему-то тоже очень долго угорала. Офигеть, мы почти всю баночку израсходуем. Вот это да. А сейчас минутка вопросов за така. Ну, ребят, типа реально, кто шарит маникюр? А смитак? Вообще, даже сугубо теоретически может выкладываться гель. Ну, пожалуйста, ну скажите. Ну, я не понимаю, я не верю, что это реально правильное нанесение. Что здесь вообще происходит? Что? А у нас получится еще на кончике дырочки выпилить? Ну, сейчас попробуем. Угу. Ну, кажется, там должно быть легче пойти, чем там. А ничего не скажу, даже не знаю. Ну, да. Я не пробовала просто. Да, согласна. Там просто длиннее всего пальчик. Угу. Выложить не получается. То, что достаточно было бы еще. Угу. Страшно, это реально очень страшно. И мы действительно не знаем, что это такое. А баночка была новая или нет? Что мы такие? Мне интересно, просто целая баночка ушла на кино пчели. Ну, ничего. Не новая, да? Нет. Мы все могли уже догадаться. Ситуация действительно достаточно страшная. Такая страшная, как качество изображения с этого макбука. Удивление было в том, что мастер, она не умела делать эту работу. Она не знала, как за нее взяться. Но она делала и взяла. То есть, типа, это респект с моей стороны. Это очень смело. Это очень смело, но насколько это хорошо, если ты не умеешь так делать. Не умеешь, не берись. Аж задышали. Кожа задышала. Приятное чувство. Сейчас еще, знаете как? Перед ногами подержите немножко. Хорошо. Под ногтями, чтобы хорошо тоже приходилось. Вот так вот прям. Хорошо. Они такие тяжелые, офигеть. Сосульки. Вообще, я такие красивые не могу. Что-то осталось с сосульками. Я ничего, сейчас запилим. Да, да. Я токсик даже. Простите, обзора на туалет не будет. Сейчас будет короткий, вернее. Просто они такие тяжелые. Вы не представляете даже. Это просто жесть. Просто я в шоке. Я говорю шопы, потому что там рядом люди. Я просто... Ну... Туалет большой, кстати. Это хорошо. Просто. Передаю привет в салон красоты, где обстуживается инстасанка. Это у нас оттуда туалетные рохлы. Так что, если вы вдруг не видели обзор на этот салон, вы можете его посмотреть. Вот, и пусть потом скажут, да, что делать маникюр — это легко. Я когда нашла в этот кабинет, то все педикюрные кресла и маникюрные кресла. Я начинаю ее спрашивать. У вас бывает такое, что одновременно делают педикюр и маникюр разным людям, что, ну, буквально человек сидит на маникюре, а при нем делает педикюр, вспоминая историю, как с собой летели ногти в лицо. Как обычно всегда бывает. Обожаю ногти в лицо. Любимая. Она говорит, нет, ну что, такого никогда не бывает. Я говорю, а, хорошо. Ну, типа, наверное, услугу в четыре руки здесь предоставлено и так далее. И я сижу, понимаю, что пришла женщина. Ну, время буквально, ну, шесть, наверное, в районе. Я не буду брать, там все таймники будут на видео. В районе шести уже пришла другая женщина. Подошла, мастер ей говорит, садитесь на педикюр, ножки погреем, ванночки. Пока. А с собой все еще работают. Угу. Да, не делайте одновременно педикюрюмники, хорошо. Я понимаю, что нам еще очень много работы. Мастер такая, я спрашиваю, не слезте, поскольку вам осталось, а не слезте тоже очень приятные. Все очень хорошие. Ну, очень такие, лояльные, добрые и так далее. И мастер такая, ну, наверное, полчасика еще. Нет, тут точно еще не полчасика, типа, вообще без вариантов. И в коридоре сидеть и ждет женщину. Я понимаю, что эта женщина недовольна очень сильно, потому что она очень долго ждет. У меня флешбек от Нейл Сани. Угу. Когда там пленку, которая должна была быть после 3 часа сдержали. Да, да. Да, абсолютно то же самое. Жесть. Я понимаю, что она будет очень долго ждать. И уже кринж полный от этого. Забежим вперед, она ждет час. Ну ладно, не 3 часа. Ей говорят, сейчас еще немножко. Нет, нет. Она сначала ждет час. Она ждет 2 часа. Да ладно. И говорят, ну все, 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 сейчас уже вот немножко. Прям точно, 100%. Она, скажем, сколько времени осталось? Мастер говорит, ну, я не берусь точно говорить, не могу, к сожалению. О, нет, о, нет. В тот момент она уже идет к администратору, говорит, что я приду завтра, там только на маникюр на нарк, потому что ей должны быть делать маникюр и педикюр. И мастер такая, а, ну видите, все хорошо, клиентку мы, например, перезаписали, спокойно работать. Да, только 2 часа перед этим мы придержали, жесть. Клиентка подходит, говорит, я завтра не смогу на маникюр и педикюр попасть, было на чем-то одном. Она говорит, давай я педикюр сегодня сделаю. Она говорит, ну, а долго еще? Она говорит, ну, не очень. Да, конечно, конечно. Если вы не услышали, то мой маникюр обошелся в 8250 рублей, и это было наращивание на одной руке. В принципе, очень много кто говорит, что в салоне Дилара достаточно дорого. Ну, в целом, честно говоря, не знаю, мне тяжело судить, но вот 8250, а Улиана, как вы думаете? Вот как вы думаете, сколько было Улианы? Улиана, подскажи мне, что мне надо. Я не делаю, я даже не знаю. Ну, как я бы там озвучила этот телефон, наверное, только у меня, да? Не помню. Ну, у меня 9500, я сказала. Огромное просьба. Вы когда будете все еще записываться в друг к нам, да? Вы скажите, что мне надо очень-очень много времени. Хорошо. Ладно, часа четыре с ними поговорить. Хорошо, хорошо, да. Чтобы запасом, а то... Хорошо. Что ж, скажу честно, мне маникюр понравился, но если вы что-то откровенно говорите, я не могу давить никакую обратную связь на тему этого салона, потому что, ну, блин, когда туда приходят блогеры, и все знают, что вот к нам сейчас придут одни блогеры, трудно делать какой-то вывод. Возможно, я схожу в этот салон спустя какой-то длительный промежуток времени, не знаю, сделаю какой-нибудь косплей на обычного человека, который выглядит не так, как выгляжу я обычно, то потом дам вывод. Пока что все реально хорошо, но вы знаете, в этой серии, ну, ни к чему ты не прикопаешься. Ну, да, можно сказать о том, что там мастер была не суперразговорчивая, но, блин, это как бы, ну, сами понимаете, что это очень тупой минус, потому что это даже не минус, это просто ситуация. Так что вот так вот. Единственный момент из минусов, я все-таки их срезала, то есть дизайн у меня держится, прошло уже месяц, смотрите, видите, как оно отросло, там даже не видно совсем, потому что очень круто подобрали мне цвет под цвет моей наксевой пластины. Но поинт в том, что почему-то с этим наращиванием мне не было удобно долго ходить, хотя с тем, которое у меня было в кристалликах, помните, прошлое, я реально проходила супердолго, я его никак не срезала. Здесь я срезала практически сразу, потому что, не знаю, то ли слишком они толстые были, то ли что-то еще, короче, было не суперудобно, но, опять-таки, это просто моя специфика как человека. Мне всегда неудобно, кроме вот того наращивания со стразами Саваровски, кристаллами. Слушайте, ну что-то в этом есть все-таки, да? Что важно! Что это за монстры? Годи! Смотрите, с этой стороны они кричат. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо